доброго утра сегодня позавтракала и сейчас еще документы акт о том что нам поставили пломбу на счетчик если помните там у девушки в старом доме не было автоматов у нас возле счетчика перед счетчиком должны быть автоматы у нас их не было и по предписанию вернее нам пришли электрики с проверкой просто сорвали пломбу и дали предписание установить эти автоматы мы их установили потом очень-очень долго ждали когда подали заявку на пломбу очень долго ждали электрика для того чтобы он пришел прям реально месяца полтора наверно мы это все ждали и вот когда он пришел получается 12 марта да а до этого пока не было пломбы приходили среднее как-то там среднее что-то там платить и приходилось платить то 600 рублей в общем так нормально платить учитывая что там практически никто ничем не пользовался вот но так как не было пломбы но мы платили и вот сейчас все установили уже как месяц получается но квитанция пришла опять на 600 рублей поэтому сегодня поедем в динскую причем я позвонила на горячую линию там мне сказали что у вас даже нет заявки на пломбу то есть в компьютере если бы она была эта заявка то мы бы сейчас вас просто приняли показания счетчика и все и вы бы заплатили по показаниям счетчика а так как даже нет заявки в компьютере мы ничего не можем сделать и сегодня самой придется ехать потому что нам тут ну когда постояли пломбы выдали вот такой вот акт я уже нашла вот акт на то чтобы на то что за пломбировали до пломбировали все и теперь его нужно отвезти в динскую поедем еще страховка на машину она же в прошлый раз мы ее застраховали как раз 28 апреля на мой день рождения и она вот закончится в субботу поэтому надо делать обязательно все нашла все что нужно акт нашла и родне машинку потому что она шьет у нас ну и я и отдала свою машинку ну пока пока ну в общем я ж пока я не пользуюсь поэтому родня и здесь инструкцию потому что здесь конечно все супер-пупер расписано как и что делать вот поэтому клево так что родня будет учиться уже пошила маргарите платье уже пошила маргоша платье купила трикотаж с куколками лол и выкроила вот как я вам показывала лангслив только добавила его вниз да подлиннее то есть рукава все так же как лан в общем на футболке с длинными рукавами и внизу еще оборочку пришел общем прикольно получилось марго главное что ребенок хочет делает когда выключили свет не работает интернет да то гриша делает лук пишет и положи все на весу не делай и не над ногами на полу гриша какие-то красивые цветочки раскрылись первый раз я увидел есть да и горе ну как тут у тебя получается делать лук да все нормально заходит аккуратно сына аккуратно я пошла шпинат а сейчас нарву и женя тут все покосил ну куда же нашу обкосил иду за шпинатом потому что шпинат на рынке вообще никому не нужен и мало того что он дешево стоит так его еще не сильно берут его очень очень много поэтому мы едим его сами тут молоденький ну чё она нормально завязалась бежен до стрелы делать ну палка такая с одной стороны она видишь тоньше с другой толще и она неравномерно гнется уже подготавливаю все на обед обжариваю колбасу давно мы что-то не ели прям жареной колбаски здесь у меня суп с яйцом закипает сейчас гришки наложу просто так отварила домашних яиц и сделала салат здесь шпинат редиска яйца и со сметаной удобно мешать вообще вот салатные листья либо с листья шпината двумя ложками ну лично для меня размазывалась правда григорий обедает маме с папой я тоже наложила обед папе шареную колбасу с пюре а маме все-таки перепелку не думаю что папа будет ее есть тебе понравилось кстати а тебе перепелка понравилась вчера и салатик гриша есть салат да мы договариваемся чтобы гриша хотя бы салаты по ложке я дождь или это посудомойка денскую почти приехали вот она динская и поедем куда мы сначала за страховкой сначала за страховкой едем вот она автострахование возле г.и. г.б.д. вернее г.б.д. д. г.б.д. д. а вот если г.б.д. д. не шарашки на конкурсе а то может они не видят что у них творится мы уже и машину застраховали и с электросетями я разобралась такая красота в динской и вообще все же он уже за мной приехал я все-таки Засниму эту красоту возле храма в Денской. Клеят наклейки Днем Победы. Увидел переулок, заехал, да, еще не искал. Прага закрылась в Денской, теперь здесь какой-то сытый слон ресторанчик. Для слонов. Для слонов, в смысле для нас. Здесь какой-то микрорайон. А мы сейчас в карусель заедем смотреть Антохи брюки на выпускной в садик. А он же вот здесь же, вон, да, справа. Ну, повернуть надо направо, там стояночка, типа. Ну, к пятерочке, да? Нет, вот сейчас на перекрестке. Пятерочка там подальше. Деда сейчас Антоху повезу на танцы, и вот мне теперь выезжать. Тут мангал посреди. Вот этот человек, который не хотел на танцы, кто не хотел на танцы, а потом уже не хотел вообще и в садик ходить. А что ты хочешь? Дома сидеть? В компьютере? А где? Просто так дома. И ничего не делать. Нет настроения у ребенка. Но надо все равно работать, да, сынок? Так улыбнулись, посмотрели на маму. Улыбнулись. Улыбнулись. Не дам. Я жадина-говядина. Я уже приехала домой, отвезла Антоху. Сейчас у меня есть полчасика надо, чтобы перекусить. И ехать уже за Гришкой, за Антошкой, за Афонькой, в общем, за всеми. И хочу сказать, что я прям мчалась домой, потому что очень хочу попробовать, что такое авокадо. Первый раз в жизни буду пробовать. Хотя в магазине в овощном, тот, кто смотрит из овощного этот влог, тот знает, что сказали, что фигня редкостная, но я буду пробовать. Половинку, в общем, разрезала. Выбирала специально мягкий. Да, он по виду очень красивый, зелененький. Ложкой, ну, то есть его вынырнуло, да, в общем, получилась лодочка. Ложкой выбрала мякоть, порезала его на дольки, положила яйцо. Черный хлеб, в общем, авокадо и яйцо буду сейчас пробовать. Не знаю, вкусно, невкусно. Как вам? Приехала уже Гришку и Антоху забирать, слушайте, но авокадо я попробовала. Оно, кстати, в этом бутерброде с хлебом и с яйцом вообще как бы особо не чувствуется. Надеюсь, что польза вся зашла в меня. А вот так оно, конечно, не самое приятное на вкус. Вот этот счастливый человек, который вышел с танца. Ну, счастливый ты. Сегодня новое упражнение было, такой радостный. Два новых. Два новых, видишь? А ты бы их пропустил. Да? Я иду, сижу опять в машине, дети забирают Афоню. Всем приятного аппетита! У нас на ужин сегодня макароны сварила с сыром. И все, и салат доедаем. Яйца вареные, в общем, такой, как будто бы легкий ужин. В смысле, в приготовлении легкий. Да, мальчики. А где? А где? Дед, да, мальчик. Дед, да, мальчик. Дед, да, ты наше. Ты сынок? Да. А сын, а мальчик? Ты не сын, ты мальчик. Ты внучок? Нет, а только мальчик. Да? Мальчик. Просто мальчик? Да. Так, Афоня, Афоня, ты хочешь, чтобы тебе сейчас поносик удали? Отойди. Мне уже давали поносик. Афонечка, ты подходишь слишком близко. А еще мальнее было, помнишь? Я забыл снять очки, у меня кровь с головы ушла. Рад попала, значит, придется там. Ну, там был огонь, да, Дима, дот. Да. Да, там дым шел сегодня. Я такой, оглянулся, а что там дым идет? Огонушку. Да, 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 там лука, там огонь. Огонь? Да, он там правда дым еще отошел. Угу. Да. Когда вы берете лавочку, спиняна? Не знаю. Спиняна. Ну что же, Релина спиняна? Мангал? Ну, папа уберет, я-то сама не уберу. Папа уберет. У нас уже почти 12, вернее, даже почти час, 12-15. Я только иду спать, ждала просто пока остынет мой бисквит. У меня первый раз, представляете, первый раз получился бисквит, который прям вот такой вот, вот такой вот. Пекла его по... Простите. Ух, хох, 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 хох. Простите. По рецепту пять яиц. Хох, 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 хох. Да, кашель меня еще не кидает. Пять яиц, стакан муки, стакан сахара. Все, вернее, стакан муки, стакан сахара. Это такой наш семейный классический рецепт бисквита, и все, легко запомнить, и он бывало опадал, вернее, он всегда подымался, но опадал. Два условия, которые я соблюла, и тут все получилось, сейчас я вам покажу, в общем, условия, то, что я пекла его в кольце и не смазывала ничем форму, то есть кольцо внизу фольга. Вот, потом просто ножом все прорезала по кругу, и второе условие, что я взбила обалденно, просто, не знаю, минут 8-10 я взбивала яйца с сахаром, то есть 5 яиц, стакан сахара, все это взбивала до состояния прям пены такой, крема густого. И потом лопаткой вмешивала стакан муки, без разрыхлителя, без ничего. Прям лопаткой аккуратно просто перемешала, не взбивая опять миксером. Сейчас я вам его покажу. Здесь у меня диаметр 20 см, и он такой ровный вообще, посмотрите, он без каких-либо, не знаю, без горок этих, то есть его и обрезать даже не надо. Вот, сейчас я его заверну, он уже остыл, да, сейчас я его заверну в пищевую пленку и отправлю в холодильник. И будем скоро печь тортик, вернее, собирать его. У меня таких два бисквита. Все, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что смотрите, комментируете. Я все читаю, но отвечать пока вообще нет времени. Просыпаюсь с утра, мы сразу вяжем, при этом еще готовлю обед, учусь с Григорием уроки. И еще два раза в неделю уже у нас танцы. То есть все вот прям на ходу, и тем более сейчас уже потеплело, больше проводим времени на улице. Соответственно, двор нужно тоже начинать приводить в порядок, поэтому мы все в делах. Вот, 1 мая поедем, ну, не знаю, поедем или нет, мы еще это не обсуждали. Мне кажется, Гришка все-таки очень хочет поехать на парад в Кореновском. Там будет парад к 1 мая, и наши каратисты будут идти, нужно брать с собой награды. И в прошлом году, если помните, найдите там Хуторянка 1 мая, мы шли парадом, ездили, но у Гришки тогда не было наград. То есть в прошлом году мы ездили на соревнования, но ничего не завоевывали. Сейчас у него достаточно много и медалей. Ну, в общем, кубки, естественно, брать не нужно, да, медали. И ему хочется, ему хочется, ему есть что показать, и это прям для его самолюбия очень, в общем, он хочет. И 28 апреля у меня день рождения, представляете, мне будет сколько лет? Боже мой, 86 года. 32 года, я вообще забываю, сколько мне лет, даже не помню. Вот, ну, 32. Мне даже не страшно. Стареть, стареть не страшно. Так что, в общем-то, спасибо вам всем огромное за то, что пишете. Всех люблю. Пока!